Здравствуйте, мои дорогие Девы! Сегодня у нас уже сентябрь подходит к концу. И давайте посмотрим, что же нам готовит месяц октябрь в 2022 году. Девы, октябрь 2022 года. Смотрим первые три карты общий настрой месяца, как обычно. Так, ну поскольку все Девы разные, у всех события разные, то и карты какие-то вот прямо в разнобой разные вышли. У кого-то какие-то незакрытые, как сейчас модно говорить, слово гештальты, у кого-то незакрытые какие-то дела и проблемы, и кто-то по этому поводу сидит, переживает. Кто-то пытается сейчас заложить фундамент каких-то долгосрочных планов, что-то взрастить. А у кого-то действительно будет праздник, счастье, какие-то мероприятия, потому что праздники какие-то кто-то собирается отмечать. Но давайте смотреть дальше. Итак, первое у нас мы смотрим на любовь. Что же будет по взаимоотношениям, по любви, встрече с второй половинкой своей жизни? Что же будет у нас в октябре месяце для дев? Какие у нас будут события? Давайте посмотрим. Итак, на любовь девы. Ну, девы, у вас, у кого-то... Угу. И на дне колоды карта суда справедливости. Дева, значит, у кого-то, кто ждёт любви, кто ждёт новых свиданий, встреч, знакомств, то для тех, где в да, идёт целый туз любви, представляете, целая чаша любви. Поэтому есть возможности, есть желания. Если есть желания, то есть возможности действительно встретить мужчину по своему сердцу, по душе, познакомиться. Кто-то у нас, смотрите, обороняется, наоборот, от чувств. Говорит, не трогать, не подходить. У кого-то, видимо, вот, связанное с переживаниями, тот идёт дальше. Кому-то в жизнь идёт прямо настоящий император. Мужчина такой достаточно властный, несколько даже деспотичный, самоуверенный. Но со всеми настоящими проявлениями мужчины такого, знаете, по мечте, по судьбе. Это мужчина для создания серьёзных отношений. Так что у кого-то вполне возможно даже проиграться, как и помолвка, свадьба. Или хотя бы просто встреча с тем мужчиной, с которым потом будет помолвка и свадьба. Ни одной нет плохой карты. Все карты говорят о мечтах, желаниях, возможностях построения новых отношений, работы над отношениями. И сам мужчина тут, собственно, персоной пришёл. И на дне колоды у нас карта суда, которая говорит также о том, что для кого-то идёт судьбоносный мужчина в октябре месяце в отношении. Вот тот, кто ждал своего мужчину, кто, кто просил у небес вторую половинку, у вас есть все шансы в октябре месяце встретить этого мужчину. Теперь смотрим здоровье. Что нам карта скажет про здоровье? Девы здоровья, октябрь. Так, со здоровьем здесь карты говорят следующее. Вот смотрите, во-первых, как я вам говорю, кому-то по судьбе идёт мужчина, который будет любимая для него женщина. Семейные карты прямо идут, видите, падают здесь на этого мужчину. Мужчина для создания семьи, долгосрочных отношений, для брака. Так что в октябре месяце не сидите дома, не закрывайтесь ни от кого, не страдайте. Есть ваше желание по звезде, по луне. Вы же по ночам мечтали, плакали, фантазировали. Вот идёт эта фантазия, исполнение этой фантазии в октябре месяце. Теперь, что касается здоровья. То есть здесь карты говорят, будьте внимательны. Во-первых, проблемы с глазами, со зрением. Вам сразу идёт предупреждение. Второе предупреждение, проблемы со спиной. У кого проблемы со спиной, предупреждение. Обязательно будьте внимательны. Также будьте внимательны и смотрите, кто вас окружает. Потому что могут быть сплетни, слухи, какие-то одна, как говорится, что-то сказала, вторая что-то передала. В общем, будьте внимательны. Потому что вокруг вашей семьи, вокруг вашего счастья могут витать такие... Ну, кому нравится, когда у кого-то что-то лучше, чем у него. Поэтому оберегайте себя, будьте аккуратнее. Сразу смотрите на таких людей, которые рядом с вами вращаются. Ну и будьте... Ещё, кстати, кто хотел пройти сеансы очистки, идите в церковь, берите святую воду, проходите сеансы очистки, конечно, обязательно. Здесь карты говорят, что всё пройдёт успешно, всё у вас получится. Не забудьте за святой водой сходить, конечно. Так, других особых предупреждений нет. Как обычно, у дев больное место суставы, поэтому будьте внимательны. С коленями, локтями, ноги, да, и спина. Спина у вас в этом месяце, прямо идёт предупреждение на спину от карты. Не простужайте, следите, потому что сейчас погода переменчивая. Следите за своим здоровьем, дорогие девы. И смотрите, чтобы вокруг вашей семьи какие-то вот недоброжелатели. Вы даже можете не подумать на них. Это, как правило, какие-то очень близкие и добрые люди, подружки, соседки. Но они будут привносить плохое в вашу жизнь. Поэтому старайтесь их... Уберегайте, в общем, свою семью от лишнего, скажем так, наговора ненужного с чужой стороны. И не сидите дома. Тот, кто ищет любви, то к вам благоволят карты. Посмотрите, что творится. Две разные абсолютно... Ой, и здесь невеста ещё. Ну, посмотрите, здесь вот невеста карта. Сейчас я вам поближе поднесу. Вот вам карта говорит. Не сидите дома. Здесь вы и невеста, и семья, и карта справедливости суда. Вот она, вы рядом. Все ваши страхи и невзгоды уходят. Вас ждёт встреча, и свидание, и любовь с дальнейшим проигрыванием всего этого. Понимаете? С долгосрочными планами. Не курортный роман. Итак, смотрим, что там с деньгами, да, у дев? Что с деньгами? Девы, что у нас тут с деньгами? Что-то вы будете, знаете, обдумывать в своей жизни. Какие-то передумывать планы и думать, а туда ли я вообще иду, то ли я дорогой. А те ли я правильно цели и перспективы поставила или поставил в своей жизни. А что бы мне нужно поменять, может быть, в своей жизни? Вы как-то будете в своей голове вот мысли эти вращать и думать о том, а что если вот взять и пойти вот туда, о чём вы раньше даже не думали. Вот прям совсем в другую сторону. Вот, например, да, у многих, начнём в... Сейчас я посмотрю ещё. Смотрите, у вас здесь получается так, что многие будут думать, а не закончить ли мне с одним делом и не начать ли мне что-то совсем другое. Причём это потребует от вас силу воли. Многие по собственному желанию захотят оставить ту работу, на которой они сейчас находятся, и перейти на другую работу. Потому что та работа, в которой они находятся, она не приносит того финансового результата, на который рассчитывает дева, что у нас тут прыгает. Да. А вам хочется вот этой девятки кубков. И очень многие будут обдумывать... Прямо смотрите, старшие арканы сплошные. Вот раз, два, три, четыре старших арканов вышло. Это же обалдеть можно. То есть какие-то прям судьбоносные моменты у вас сейчас в жизни пойдут, девы. Очень многие из вас будут думать, а туда ли я иду, на той ли работе я работаю, там ли я учусь, а что мне это даст, а какие у меня перспективы в дальнейшем. А может быть мне там, не знаю, хотела быть, ну там работаю врачом, а может быть у меня он лучше получается, не знаю, выступать на сцене. Меня приглашали в такой-то уже спектакль работать, а почему бы мне не пойти туда? И у вас как-то вот кардинальным образом, понимаете, будет меняться ваше... Самое главное, это все идет от головы, то есть сначала вы будете это обдумать, потому что у вас есть куча фантазий, желаний изменить это все. И вы будете прямо в себе по карте сдерживания силы, вот прям проявлять к себе какую-то силу, понимаете, прям проявлять какую-то... Ну, как я вам все время эту карту привожу. Когда человек бросает курить, ему очень тяжело бросить эту привычку. Так и вам будет очень тяжело бросить ту работу, к которой вы привыкли, она стабильная, она хорошая. Вы уже привыкли там и смирились с той зарплатой, которую там платят, или те деньги, которые вы там получаете. И вдруг у вас вот поселится эта мысль, и для многих, очень многих проиграется, что... Многие девы скажут, а не пойти ли действительно вообще в другое направление, абсолютно другое направление? А не сменить ли это направление? Не хотят нам, карта говорит, закрытая. То есть многие из вас будут прямо думать, думать. Да. Потому что у вас есть желание, у вас есть возможность, у вас есть энергия. Королева кубков – это женщина, которая несет большой творческий, огромный творческий потенциал. Вы почувствуете, что что-то как-то звезды на небе перестраиваются, что куда-то вас потянуло совсем в другое, во что раньше не тянуло. Да, это божественное проявление, это проявление высших сил, понимаете? Это не просто так будет идти к вам в голову. Поэтому вы опять увидите кубки, опять вы рванетесь с этими своими желаниями их воплотить. Вас захочется это сделать. Это не значит, что вас кто-то там будет увольнять с работы, не давать вам чего-то там работать, достигать. Нет, вы просто вдруг поймете, что хочется как-то поменять свою жизнь, и работу это поменять, и обучение это поменять. Не знаю, ну то место, которое вам приносит какой-то доход. Вы как-то вот по тузу жезлов, вы захотите как-то действительно вот измениться, понимаете? Изменить, потому что вы чувствуете, что как-то и жизнь поменялась, и время поменялось, и вы сами как-то поменялись, что у вас есть желание простремиться к чему-то новому. А то, где вы сейчас находитесь, оно какое-то вот уже вот такое, как будто отжило себя. И вот по этим картам я вижу, что очень многие девы захотят оставить, потому что они себя уже на этой работе чувствуют. Вот, ну все, ну я уже, говорит, выжила все, что можно, там уже десятый сок с этих яблок, уже пора их выкинуть, уже это уже не отжим, а черт знает что. И вот многие из вас захотят, и вот прямо будут себя как-то вот даже лучше чувствовать, двигаться вперед, да, к новым вершинам, к новым достижениям. Это будет нелегко, очень нелегко вам принимать такое решение, прям какие-то судьбоносные карты идут, знаете. Будет очень нелегко. Но вы, потому что на дне колода вот тоже старший аркан идет, она говорит, что вам по судьбе, видите, тут тоже как ангела с крыльями идет. Говорит, вам по судьбе, говорит, нужно двигаться будет, действительно. Если вас эти мысли вдруг посетят в октябре месяце, то не удивляйтесь, это действительно так. Перестраиваются звезды, наш ретроградный Меркурий пойдет опять в прямое движение. Вам опять захочет, нет, он у нас пока еще не идет, он там до конца октября, да, практически. Ну вот, значит, вы по нему, если он ретроградный, значит, это вы возвращаетесь. То есть у вас какие-то мысли, значит, уже были в голове, и вы опять к ним вернетесь, скажете, а вот я тогда думала. То есть это вы что-то возьмете, вот эти мысли возьмете, это не новая, не упавшая с неба будет мысль, это будет мысль, которая у вас уже была в голове. То есть вы будете ее брать из своего загашника памяти и доставать наружу, говорить, а что, если вот все-таки вот это реализовать. Вот, в общем, достаточно сложный в этом плане для вас будет месяц, потому что надо будет принимать решение, а когда нужно принимать решение, всегда очень тяжело. Так, дорогие мои, дальше мы двигаемся. 5 карт общий настрой месяца еще и заканчиваем тогда с этим. 5 карт общий настрой месяца. Ну, посмотрите, что на вас тут творится, девы. Ну, красота просто. Во-первых, как я говорю, вы не пугайтесь, с деньгами все нормально. Вот здесь очень самодостаточная, сытая женщина, у которой с финансами, ну, лучше не придумаешь, понимаете? И с финансами, и со всем достатком, и со всеми, со всеми делами вокруг. То есть какие-то просто ваши мысли вам не будут давать спокойствие. Вы будете что-то переобдумывать. Вы будете опять говорить, вот я хотела тогда выучиться, не знаю, на модельеры. Чего я тут в этой бухгалтерии сижу? Может быть, правда пойти и сделать мечту реальности? Это я вам к примеру привожу. То есть какие-то вот кардинальные перемены в себе вы почувствуете, почувствуете тягу изменить что-то из того, что уже устоялось. Для дев очень тяжело. Девы настолько привыкают к тому, в чем они находятся, что им очень тяжело выходить из этого состояния и что-то менять. Но вы как маг-волшебник будете чувствовать в себе вот эту энергию. Вы будете чувствовать, что вы готовы, что вы в этом месяце готовы все изменить. Потому что вы будете чувствовать все силы, все. Вот у мага все четыре стихии в его руках. Он маг-волшебник. А еще это первый старший аркан, когда говорит, естественно, о новых начинаниях, о новом витке жизни. И вы об этом будете думать. Очень серьезно. Помните, я вам говорила про свидание, не сидите дома. Любовь, семейные отношения, счастье идет в вашу жизнь. Вот тут у нас кто ждет своего мужчину в жизни. Вот идут встречи, свидания, действительно. Вам еще одна колода, совсем другая колода опять повторяет, да? Что не сидите дома. Будут встречи, будут свидания. Вы найдете свою вторую половинку. Вы сможете ее встретить именно в октябре месяце. Идет к вам любящий мужчина. Вы любящий именно со своим кубком, со своей любовью, со своей страстью. А вы будете как волшебница себя чувствовать, как огненная королева. Королева Жезлов – это огненная королева, у которой есть волшебная палочка в ее руках. Черная кошечка в ее ногах. Она волшебница. Она женщина, у которой еще на других картах рисуют несколько рук, понимаете? Которая делает все одновременно. Которая энергичная, инициативная, у которой энергия вперед в нее летит, понимаете? Вы будете себя чувствовать вот такой вот огненно-горячий, как дракон на заднем плане. Энергия будет вперед в вас лететь. Тот, кто находится в стабильных семейных отношениях. Для вас, я говорю, карта будет счастья, семьи, комфорта, семейного успеха, стабильное состояние, дом, финансы. Все, все будет хорошо. Итак, дорогие мои, надеюсь, вам расклад понравился. Про финансы, вот там, что мы посмотрели, это только для тех, у кого действительно в голове блуждают мысли. И в октябре эти мысли только обострятся, только еще больше выйдут на первый план. Если вы действительно думали где-то уже, как мы с вами разобрались ранее, вы думали о какой-то смене своей карьеры, не пойти или куда-то подучиться, то у вас эти мысли для тех, кто об этом думал, то те, да, вот будут в октябре месяце опять к этому возвращаться. И, возможно, как-то вот ментально переживать. Видите, помните, вот та карта у нас вышла первая. Для остальных это будет достаточно хороший, счастливый месяц. Для кого-то будут даже какие-то праздники, единение в семье. Для многих будет встреча с любимым человеком, который будет по судьбе, как я вам показала, что вы можете стать невестой. По суду это заключение официальных отношений. И посмотрите, везде-везде вам идет эта огненная королева из разных колод. Посмотрите, абсолютно разные колоды, везде идет огненная жезловая королева, огненная энергия. Вы будете себя чувствовать просто на коне, понимаете? Вы будете себя чувствовать мини-волшебницу, которой все получается. В общем, чего я вам и желаю, дорогие мои. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. Всего доброго вам. Люблю вас всех, обнимаю. Пока-пока.